Диана Зорина Диана Зорина – тренер по футболу в Центре физкультуры и здоровья. Работает как с маленькими детьми, так и с подростками. Она занимается этим только год, но ее ученики уже добились определенных успехов. Знания, которые она передает, девушка получила во дворе, когда гоняла мяч с мальчишками. В 2018 году она получила звание лучшего дворового тренера России во всероссийском проекте «Детский спорт». О том, насколько тяжело быть девушкой в футболе, расскажет сама героиня. Это стандартная история для девочки. Все начиналось со двора, вместе с мальчишками гоняли мячик. Вот оттуда и понеслось. Когда начинаешь играть, то уже все отпадает, все вот эти штучки, что девочка, не девочка, бегаешь. Много друзей у меня, мальчиков, в общем, было. В университет я поступила с БГУ на японский язык, и там у нас была тоже сборная восточного факультета, там я стала играть тоже. Потом я открыла для себя в Петербурге, у нас есть GFL, то есть любительская женская лига, и там нашла команду «Феникс». То есть стала за них играть два года, играла за них. Потом пляжный футбол тоже за них же. А сейчас «Грифон» — это вот финек-команда. Тренером я стала, решила стать, потому что, то есть заинтересовала, то есть в самый момент, то есть когда ты начинаешь играть, тебе уже интересно, то есть как тактически действовать, то есть, ну что происходит на поле, вот. Ну и как-то получилось доносить до людей как-то, что, ну что нужно делать, то есть это как боевое поле, и вот ты вот команды, что кому-то, что делать, и как-то получается пошло. Я пришла сюда в центр работать, устроилась, ну и здесь хорошо тем, что вот тебе все возрасты, ты можешь попробовать, да, себя в качестве тренера реализовать как-то. Вот у меня получилось, то есть сначала это были мальчики там от где-то 13 до 18 лет, именно старший возраст у меня кто-то пошел. Еще мне потом, то есть получилось, ну, тренировать, то есть все пошло, и вот мне дали трудных подростков еще. Ну, у меня получается, то есть не скажу, что это дано всем, да, то есть я могу, в принципе, представить пару футболистов, я не вижу их точно в тренерстве, да, то есть. То, что нужно определенный стержень при проведении тренировок, вот, ну и плюс какой-то авторитет у ребят тоже надо вызывать, например, когда-то женщина. Если мы проиграем, она не говорит то, что вот вы там проиграли, все, говорит то, что все, ребят, мне важна была то, что игра, как бы, то есть не важно, то есть, как говорится, действительно, не важно не победа, а участие, и не всегда важна победа, главное, как ты отыграл. Бывает, может, ты играешь очень, команда играет очень хорошо, но не везет. Где-то в штангу попал, еще что-нибудь, и просто команда соперников может на везение выиграть или еще что-то, но это футбол, это игра. Недавно он вообще Россия и Испанию выиграла. Бывают всякие моменты, не скажу, что не часто, нет, такого нету, то есть там, может быть, кто-то один выбьется, да, то есть ты ему говоришь, тебе там, ну там, он взял мячик, допустим, а все должны еще бегать, только разминаться. Я говорю, иди сюда. Я говорю, разве была команда брать мячики, нет? А зачем ты взял? Он на тебя смотрит, говорит, я не знаю. Ну, все, побежал. Вот она бежит. Давай сюда. И давайте в большинстве собрать сюда. Кумир у меня, наверное, Надежда Карпова у нас в футболе, которая сейчас в Валенсию перешла в клуб, она вот мне нравится именно как футболистка техничная, то есть вот в этом плане. Вот, конечно, было бы идеально, если бы и ребята могли бы так играть, потому что сейчас женский футбол тоже выходит на уровень определенный. Футбол это такая, как некая свобода, то есть ты выходишь на поле, начинаешь играть, ну вот эти эмоции, которые ты испытываешь от игры, ну они вот, вот они и захватывают, в принципе, поэтому, наверное, не зря же весь мир играет в футбол. Субтитры подогнал «Симон»